Итак, ребята, как и планировали, завтра идем гулять. Скидываем деньги. Я к бабушке еду. Дело в том, что у меня появились уже другие планы. Наверняка каждому из вас знакома такая ситуация, когда деньги заканчиваются в самый неподходящий момент. Так, а ты? Займешь мне 2000 без зарплаты? И сейчас я вам расскажу, как избежать такой неловкой ситуации. Так, ладно. Пошли в банк. Ладно, пошли в переход. Полезные советы специалиста помогут вам правильно формировать свой бюджет. Для начала следует помнить, самый главный злодей – это супермаркет. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. То есть, получается, мы идем в супермаркет, и мы готовы, чтобы нас, маркетологи, подцепили на эти крючки, на эти ловушки. Акции так называемые. Экономить хочет каждый, но не каждый хочет прилагать дополнительные усилия и вести ежедневную кропотливую работу по подсчету своих средств. Вот еще один враг контроля расходов – лень. Дмитрий не понаслышке знает, что такое экономия. И за долгие годы он уже выработал четкую систему подсчета своих расходов. И без особого труда продолжает делать это, рекомендуя всем такую схему. Пришел к тому, что нужно как-то оптимизировать свои сторонние растраты. Завел экселевский документ и стал записывать туда свои растраты за месяц. И подумал, от чего бы я мог, скажем, отказаться в этом месяце, чтобы отложить на что-то более внушительное, допустим, через полгода. Сделать себе приятный подарок на Новый год или день рождения. Откладывая с каждой зарплаты примерно 10%, можно сберечь неплохую сумму или брать с собой в магазин ограниченное количество денег. Дам очень хороший такой совет. Перед тем, как идти куда-то в магазин или супермаркет, нужно написать список того, что тебе действительно необходимо, а не приходить туда голодным и покупать все, что ты видишь. Тогда сэкономленные копейки в итоге порадуют вас крупной суммой. Следуя таким правилам, вы можете избежать неловких финансовых ситуаций. Александр Кононов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.